Привет, с вами Сергей Кулеш, проект видео на ITCUA и тонкий 13-дюймовый ноутбук со встроенным приводом автических дисков и дискретным видео Samsung Q330. Первое, что бросается в глаза во время знакомства с этим ноутбуком – тонкий корпус и действительно небольшой вес, непривычный для моделей с подобным уровнем оснащения. Не подвели и дизайнеры компании, создавшие действительно привлекательное оформление, краеугольным камнем которого стала контрастная расцветка. Так, все внешние поверхности, включая крышку, днище и боковины, темные, при этом при отделке крышки был использован особый пластик с едозаметной текстурой под металл. Внутренние поверхности, за исключением клавиатуры, отличаются серебристой расцветкой, причем для рабочей области используется аналогичная металлическая текстура. Черная клавиатура островного типа на серебристом фоне привлекательна, удобна в работе, но довольно заметно напоминает реализацию данного блока от одной компании из Купертино. Раскладка и тактильные характеристики клавиатуры подобраны на отлично, лицензий во время эксплуатации к ней не нашлось. Границы тачпада легко определяются по небольшому перепаду высоты, площадь сенсорной панели вполне достаточна для комфортной работы. Однако кнопки тачпада из зеркально-серебристого глянца покрываются отпечатками уже в первые минуты работы с ноутбуком. Индикаторы режимов расположены в самом низу рабочей панели, где не мешают работе и в то же время постоянно доступны пользователю. Для охлаждения производительных компонентов ноутбука разработчики предусмотрели сразу два радиатора – сзади и на левой грани корпуса. Работу данной системы можно охарактеризовать положительно. Шум под нагрузкой минимален, подладонная панель холодная, а легкий нагрев ощущается лишь в левой части клавиатуры и на днище. Несмотря на довольно компактный форм-фактор, Samsung Q330 оснащен процессором Core i5, дискретной видеокартой от NVIDIA и встроенным приводом афтических дисков. В начальной конфигурации данной модели также будут устанавливаться более доступные процессоры Core i3. Объемы оперативной и дисковой памяти варьируются в зависимости от конкретной конфигурации. В нашем случае составляют 3 и 500 ГБ соответственно. Тестовый экземпляр проработал 1 час 15 минут при режиме максимальной нагрузки и 4 часа 40 минут при режиме чтения. Основная группа разъемов разместилась на левой грани, так как большую часть правой боковины занимает привод оптических дисков. Рядом с ним хватило места только двум USB-портам и замку Кенсингтона. И, наконец, перечислим разъемы на вышеупомянутой левой грани. Два аудиопорта, третий USB, HDMI, RJ45, DSAP и гнездо зарядного устройства. Samsung Q330 – тонкий и легкий 13-дюймовый ноутбук, отличающийся приятным дизайном и высоким быстродействием. Без сомнения, интересный продукт, которому на отечественном рынке придется побороться с рядом серьезных конкурентов. Продолжение следует...